Слава Украине! Героям слава! Находимся на Владимирской горке. Но говорить буду не о ней. Говорить буду о визитах президента штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию, где он добился, собственно говоря, поразительных успехов. Да, это реально был успех американской дипломатии, но этот успех частично и про Украину. Я вам сейчас объясню, почему. Ну, там часть визита касалась Израиля. Там, скажем, израильтянам разрешили перелетать их самолетом над Саудовской Аравией, что для них хорошо. Но нам это, скажем так, меньше интересно. Зато нас интересует та часть, которая про нас. Или косвенно про нас. А косвенно про нас та часть, которая говорит о нефти. Так вот, Саудовская Аравия обязалась повысить чуть ли на 50% количество добываемой нефти. То есть она выплеснет на мировой рынок невероятное количество нефти. Напомню, что такое уже было один раз. И это было, дай бог памяти, году в 87-м, 88-м. Как раз во время советской агрессии в Афганистан. То есть аналогичная ситуация. Сейчас российская агрессия в Украину, а тогда была советская в Афганистан. Так вот, тогда Саудовская Аравия опять-таки по договоренности с Соединенными Штатами просто выплеснула, выхлепнула, выплеснула на международной рынке гигантское количество нефти. Мы туда пойдем или сюда? Сюда. Огромное количество нефти. И убило цены на нефть просто, просто в дребезге. Для саудитов это не стоит абсолютно ничего. Они свои деньги все равно возьмут на количество этой нефти. Благо, себестоимость нефти у них очень низкая. И любая цена, там, начиная чуть ли не с 15 долларов за баррель, их вполне себе устроит. А раньше устраивало, доллар был побольше, раньше еще более низкие цены устраивали. И сегодня тоже самое, абсолютно такая же картина. Их устраивает, по сути, любая цена на нефть. 20 баксов их устроит. А уже так называемая Россия этого себя в жизни не может позволить по одной простой причине, что у них себестоимость гораздо выше. Собственно говоря, и все. Ага, да, пойдем туда. Так вот, я походу еще разговариваю. Да, так вот, жена мной управляет, да. Жена управляет, говорит, иди туда, иди сюда. А я, а я как этот самый, иду за ней. Когда? Ну, не важно. Так вот, друзья мои, если действительно саудиты сделают то, что обещали, и действительно повысят уровень добычи настолько, насколько мы думали, то цены на нефть упадут просто катастрофически. Мало того, что сегодня уже Россия не получает тех денег, которые она хотела. По одной простой причине, что нефтьюрлс покупают чуть не на 40 баксов дешевле, чем тот же бренд. Намного дешевле. Соответственно, если, допустим, Саудовская Аравия опустит цены на нефть долларов до 40 или 50, что она вполне может себе позволить сделать, то юрлс не будет стоить вообще ничего. И, собственно говоря, это и будет Кащеева, то есть Путлера смерть. Потому что денег у так называемой Россияшки больше не останется. Слава Украине!